Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Наталья доверит. Наталья. Наталья. Хорошо. Хорошо. Мы приветствуем Наталью. И я даю команду скэнеру на счет 3. Скэнер начинает скэнер пространства над головой Натальи. Си семь тонких тел Натальи находит все. У нее рептилоид и Грей. И они на голове у нее закрутили какую-то штуку круглую. Два канала, Вера? Нет, есть еще дракон. Красный. Хорошо. Красный. Дальше. И без. И без. Хорошо. Поехали по цифрам. Рептилоид считает цифры над головой. 103. 103. Хорошо. Сколько Греев? Греев двое. Грей. Если еще один есть и он сейчас не проявится, я сожгу все. Говорит, что мы сразу вышли. Двое. Хорошо. Дракон красный. Цифры над головой. 2034. 2034. Дракон заходит только тогда, когда можно нажраться космической энергией. Не так ли красный дракон? Космическую душу решил покушать. Энергией подсосать, да? Он отвечает, нет? Сказывает картинки. Хорошо. Какие картинки, Вера? Ну, он не только у нее подпитывается. У него дома устройство. Понятно, дракон. Мы будем сегодня дом чистить, поэтому ты понимаешь, что может случиться с твоим устройством. Я тебя притяну сразу за две секунды. Ты подключен к другим членам семьи? Членам семьи нет. Плата стоит в доме. Хорошо. И считай, пожалуйста, Вера, цифры над головой у беса. Восемь. Восьми герцовый бес. Бес, где ты зашел? В квартире? Через воронку? Через портал? Угу. Топлое, что-то. Камин. 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 Туда и зашел. Понятно. Хорошо. Мы тоже. У тебя есть там еще свои подключки в доме? Ты оставил одеялки, ты раскидал там комочки? Нет, там свои. И там еще свои. Хорошо. То есть твоих там энергии нет? Нет. Хорошо. Просто смотри, вытащу. И еще вопрос. Бес, есть ли лярвы на теле у Натальи? Натальи? Он голову показывает там, где вот это устройство. От рептилоидов. Рептилоидов. Хорошо. Бес, благодарю тебя. Я тебе потом эту лярву отдам в конце моей работы, когда ты все снимешь. Я дам тебе отдельную команду. Можешь ее забрать. Сколько ты находился без в ее биополе? Скажи мне сразу. Долго не было. Мне число нужно? Пять месяцев. Пять месяцев. Хорошо. Так, я объявляю присутствующим программу. Вы обнаружены. Сейчас происходит чистка Наталии. По ее воле и излиянию. Мы находимся здесь легально. Вы находитесь нелегально. Сейчас начнется реверс энергии. Я начну вам возвращать вашу темную энергию. После этого мы заберем всю светлую энергию по праву, которую вы у нее украли. После этого я дам команду каждому выйти, вытащить все, что он оставил. Пройдет рассинхронизация после этого. И я потом делаю проверку. Если ничего не останется на чистоте этого интерферента, он уходит на свою чистоту. Если кто-то что-то забудет, он уже никуда не уйдет. Всем понятно? Да. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Наталии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Наталии. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Рептилоид, как долго вы находились с Греями в этом биополе? Девять лет. Значит, у вас в доме установки стоят, правильно? Стоят. Понятно. Хорошо. Кому еще из членов квартиры этого дома вы подключены? Только к ней. Хорошо. И Дракон Красный, как долго ты находился в этом биополе? Год последний. Хорошо. Наблюдаем за реверсом, Вера. Кому идет больше всех? Посмотри, пожалуйста. Рептилоиду. Грею идут энергии. Чакрам верхней. А зачем вы так много воровали Греи с рептилоидом? Какая была цель вашего визита в ее биополе? Ваше задание? Какую цель вы преследовали? Откачка энергии. Сколько процентов энергии ста вы откачивали? Они ее гармонизировали, чтобы она могла вырабатывать свою энергию, которую они могут поглощать. И сколько процентов вы сгармонизировали? Сколько вы поглощали энергии ста процентов? Сорок. А ты, дракон, сколько забирал процентов? Он показывает свою плату красную в доме. Оттуда подпитывался. Понятно. А ты бес с носочками там, да? И одеялками, и комочками. Я правильно понимаю? Нет, комочками нет, и одеялками тоже нет. Только носки. Только носки, конечно, да. Ты же не жил в квартире. Хорошо, но ты уйдешь самый счастливый. Я тебе гарантирую. Потому что ты получил эту толстую ляру на голове, которой 9 лет вырабатывали рептилоиды с Греем. Кошмар. 9 лет. Как она себя чувствовала эти 9 лет? Грея, объясните мне. Как это воздействие ваше отражалось на ее физическом плане? Не понимала она, что это мы. Усталостью отражалась. Заваливала она все другое. Обучение, дети, семья. Ну а как ей найти вас? Если она вас не видит. У вас легкая игра в этом отношении, конечно. Реверс закончился. Хорошо, устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Наталья забирает чистую, светлую, божественную энергию обратно. Она пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Наталья себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. А что вы с этой энергией делаете? Вы же всю энергию для себя не берете, рептилоид игры. Вы ее куда-то отправляете, да? Отправляем. А сколько процента вы оставляете себе из того, что вы вытащили, чтобы понять, сколько вы отправляете? Оставляем минимум. Только для того, чтобы продолжать находиться здесь. Только для того, чтобы проходить. Неужели у вас такая ответственная миссия, что вы так серьезно относитесь к этому? Это такой же ресурс, как и все остальное. Ну, понятно, да. Причем вы можете собирать еще религиозный ресурс. Мы знакомы с вашими шарами. Мы говорим про энергию. Это ресурс. Я понимаю, я говорю о сборе энергии вашими шарами, которые приспособлены для того, чтобы высасывать энергии эгрегора, людей, секун. Мы со всем этим встречались. Эгрегор закончился. Хорошо, бес, начнем с тебя. Выходи сейчас, вытаскивай все свои носочки и все остальное. У него гольфы очень длинные, и он ее тормозил. На ноги как-то влиялось, чтобы снизить вибрации. Как это влияло на ноги, бес? Что она ощущала? Не могла объяснить эти ощущения. Она не могла. А ты-то знаешь, что ты делала? Вали ноги, заплетались. Он снял носки? Да, он снял. Хорошо, бес, я тебе разрешаю снять лярву. Забирай все лярвы, которые находятся на теле. Вера, проконтролируй. Он хочет, чтобы они убрали этот шар с ее головы сперва. Хорошо. Так, я даю команду сейчас рептилоиду проконтролировать работу Греев, чтобы они все сняли с ее биополя. Приступайте, Грея. И доложите о готовности к проверке. А что, бес, на тебя этот шар негативно воздействует, да? Вибрации там другие. Я и так понижаю, как могу. А как вы договариваетесь вместе, друг с другом? Я вот не понимаю, они могли тебя не впустить в это биополе? Или нет? У вас есть какая-то... А, вот как. То есть, есть какие-то у вас договоренности, да? Между собой. Космическими и темными. Нет, он говорит, что в разных телах разные вибрации. Он туда и не полезет наверх. Это именно... А, понятно, понятно. А те тела, которые свободные, ты видишь, то есть ты можешь свободно заходить, никого не спрашивая. Правильно? Да. Все понятно, хорошо. Я могу даже выгнать. Вот так вот. Я не сомневаюсь. Ты первородный бес, ты там родился. В темном мире или ты был человеком? Был человеком. А как тебя звали в мире? Расскажи мне, бес. Давно жил? В Богдан звали. В Богдан. А где ты жил? И когда? Можно узнать. И за что ты попал туда? Это ж много надо было сделать. Все-таки я сейчас у тебя 8 герц. Может, демоном скоро станешь? Расскажи мне свой славный путь. Так, Грей, сняли все это, Вера? Да, сняли. Хорошо, я разрешаю Богдану забрать эту лярву и все остальные лярвы. Приступай. Так ему будет лучше разговаривать. Хорошая, жирная. Старая, наверное, лярва? Ну да, 9 лет же они сидели, конечно. Там долбили со страшной силой, я могу себе представить. Хорошо, я сейчас даю команду красному дракону снять все свои платы, все подключки. Приступай. Хорошо, мы возвращаемся к Богдану. Богдан, расскажи, когда же на земле ты жил, за что заслужил такую честь оказаться в темном мире и стать бесом? Сейчас секунду, дракон снимает с нее какую-то мантию. Мантию? Красную, длинную. Хорошо, мантия, для какой цели она была накинута? Она впитывала энергию. Таким же цветом у него плата стоит в доме. Они синхронизированы. Все понятно, хорошо. Он снял все. Хорошо. И у нас так рептилоиды сняли, дракон снял и бес снял. Хорошо. Так, я даю сейчас команду на рассинхронизацию энергии Натальи. Полу процентов достигнута. Ну, бес, он отвлекает и он хочет свою историю рассказать. Подожди, бес, сейчас мы закончим, у тебя сейчас будет время. Важный момент, я потом отпущу космических и мы с тобой поболтаем. Готово. Хорошо, рассинхронизация закончилась. Хорошо, я подхожу к Натальи. Кладу руки на плечи и моей собственной энергии помогаю ей совершить импульс высокой вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет. Три, один, два, три, удар. Сжигаются все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. Хорошо, дракон красный, рептилуид игры. Я вам сейчас открою портал в дом, квартиру, где живет Наталья. И вы все соберете пока. Чуть позже, через минут 20, я приду, все проверю. И открою вам портал на вашу чистоту. Сможете потом уйти. Вам все понятно? Да, понятно. Хорошо, я даю команду. Значит, открывается портал против часовой стрелки в квартире, в дом Натальи. И один, два, три. И рептилоид с Грэмми вместе с красным драконом уходит в этот портал. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо, все. Богдан, давай рассказывай. Богдан или Богдан, как правильно тебя? Богдан. Богдан, хорошо. Слушай твою историю. В цирке я работал. Переезжали туда-сюда. Славянские деревни. Болгария, Румыния. Эти территории. Какие годы это было? Перекресток 19 века. И что ты сделал? Много разных пакостей. А кем ты был в цирке? Кем ты там работал? Человес я был, поднимал тяжелые вещи. Понятно. У людей убивал? Кири. О, ну это сила у тебя какая была. А как же? Убивал. Много убил? На акробатов люди стали ходить больше, чем... На тебя? На меня подрезал их веревочки. Понятно, понятно. Так ты только двоих убил или троих, или сколько ты убил? Один погиб, другой покалечился. То есть у тебя был план? Ты этот план провернул? Зверей травил. Зверей еще травил? В цирке тоже? Да. Чтобы больше ходили на тебя, да? Чтобы мне все овации приходили. Овации это... Сидел во мне тогда, подселенец. Демон, да. Он и собирал эти овации. Вот как. Это называется как? Гордыня, да? Или как это называется в вашем мире? Боже. Гордыня это в вашем мире. А в вашем как называется? Самолюбие и эгоизм. Понятно, согласен, согласен, да. У нас много очень людей с самолюбием и эгоизмом. И что просто эти люди знали, куда они отправляются после таких актов самолюбия. Вот у нас раздавал с Богданом. Богдан, а сколько ты прожил на земле? Как закончилась твоя жизнь? У тебя была семья? Денег ты заработал? Твой план свершился? Было больше оваций? Пить я любил. От алкоголя умер, да? Прожар был. А я пьяный спал. Сгорел в огне, да? Задохнулся. Задохнул. А сколько лет тебе было на момент смерти? 39. Я 34 увидел, да. 39. Понятно, хорошо. Богдан. Может и 34. Кто тогда считал? Кто тогда считал? Понятно. И насколько тебя приговорили в этом мире жить? Или ты добровольно сейчас там? Или как это понять? У тебя есть шанс? Добровольно. Хорошо. Богдан, благодарю тебя за твою историю. Я тебя отблагодарил уже. Ты подпитался энергией. Поэтому ты самый довольный. Будешь сегодня уходить на свою чистоту. Единственное, я тебя попрошу больше не приходить в это биополе. Мы с тобой договорились? Не приду. Хорошо. Буду отпускать тебя назад. Ты готова уходить? Да. И я даю команду на счет 3. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Веревочки подрезал. Хорошо. Поехали дальше. Все. Каналы мы отключили. Этих отправили. Поехали по частоту. Хорошо. Мы закончили чистку. Наталия, как вы себя чувствуете? Она сейчас гармонизировалась. И вот эта серая энергия ее, она как стержень внутри меня встала. Отлично. Хорошо. Будем приглашать куратора. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашаю к нам прийти куратора или учителя Наталии. Наталия говорит, она как заново родилась. После 9 лет репта. Вполне возможно. А с девушкой просканируешь? Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Наталии. Представьтесь, пожалуйста, кто вы. Как нам обращаться к вам? Алана. Алана. Вы куратор? Алана. Я куратор. Хорошо, уважаемая Алана, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку ее от интерферентов. Она зачитала манифест и изъявила желание встретиться со своим куратором и задать ему 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я буду отвечать, как могу. Хорошо, уважаемая Алана. Попробую помочь ей. Благодарю вас. Мы видим, это космическая душа. Откуда она? Родом. Где она родилась? Арктур. Арктур. Замечательно. Арктур. У нас арктурианцы часто бывают. И кураторы с Арктура. Мы приветствуем куратора с Арктура Алана. Хорошо. Я тогда начинаю по вопросам. Сколько у меня было воплощений на Земле и на других планетах? Семь на Земле. Семь на Земле. Хорошо. Но на других планетах, наверное, душа старая там... Множество. Множество. Благодарю вас. Это наверняка может Высшее Я ответить. Если Наталия пожелает встретиться с Высшим Я, мы можем ей в этом помочь. Я на этот вопрос, думаю, с Высшим Я может лучше обсудить, чем с Куратором. Куратор ответственный только за эту жизнь. Я правильно объяснил? Странный вопрос. У нас любят числа на Земле, уважаемая Алана. Поймите это правильно. У нас все измеряется в килограммах, в метрах. Жизнь не прекращается. Как можно вывести цифры? Да, конечно. Даже жизнь между жизнями тоже является жизнью. Но этого очень многие на Земле пока не знают. Благодарю вас. Я могу переходить ко второму вопросу? Конечно. Второй вопрос. Какие навыки и способности важно развивать в моей Душе в этом воплощении? Твое терпение. Ты должна пересмотреть его свойства. Не надо скапливать себе все. Нужно научиться реагировать по-другому. Иначе все твое терпение, как губка, забьется грязью и негативом, который ты не умеешь забрасывать. Обрати на это внимание. Уважаемая Алана, мы видели эту губку, мы ее вытащили и сожгли. Да, это действительно в ней присутствует, в ее биополе вы абсолютно правильно все заметили. Благодарю вас. Если вы закончили, я могу продолжать. Продолжай. Какие ключевые недостатки во мне и как от них избавляться? Тебе нет особых недостатков. Никто не идеальный. Избавиться можно развитием. Развиваясь и понимая, осознавая свои недостатки, исправляя их и реагируя по-другому. Благодарю вас. Я могу переходить к следующим вопросам? Переходи. Сколько кармических узлов пройдено и сколько осталось у меня? Пройдено два. Осталось три. Благодарю вас. Пятый вопрос. Предполагаю, что моя история с папой – это кармический узел. Я не держу на него зла, простила. Считается, что узел пройден или следует искать еще физической встречи? Этот ответ в твоем сердце. Если ты чувствуешь осадок, нужна физическая встреча. Благодарю вас. Если точка поставлена и сожаления нет, можешь идти дальше. Шестой вопрос. Иногда муж выбивает меня из состояния равновесия. Угнетает в силу своего характера или настроения. Бывает, я чувствую себя сильно подавленной. Он очень хороший человек, любит и много делает для меня и семьи. Но как противостоять воздействию мужа в те моменты? Защищать себя позитивом, не реагировать. И скандал будет исчерпан. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Какая у меня была самая значимая жизнь? Расскажите о ней, пожалуйста. Все жизни значимые. Хорошо. Расскажите о какой-то... Нет незначимой жизни. Безусловно. Конечно. Тут вопрос неправильно поставлен. Расскажите о какой-то более яркой или последней ее жизни, где она максимум забрала знаний. Знаний. Она везде занимает максимум знаний и делает выводы. Поэтому ей дано... Поэтому ей даны рядом сильные личности, с которыми она может справиться. Хорошо, Алана. Вы можете ей рассказать о ее последней жизни? Где она была, в какой стране, чем занималась? Вы говорите про Землю? Мы говорим сейчас, давайте на Земле остановимся, потому что ей это более близко будет. Она сейчас на Земле находится. Если вы хотите рассказать о космической жизни, то я не знаю, поймет ли она содержание этой космической жизни. Потому что в разных измерениях у нас разные функции. Но на ваш взгляд, как вы решите, так и вы ее лучше знаете. Это начало. Простите, я смотрю в истории, так как я куратор на эту жизнь. Я понимаю. Это начало новой эры. Две тысячи лет назад. Наталья пережила события, описанные в Библии. Она жила там, в этот момент? Она жила в этот момент. Была женщина. Болела проказой. Была одна из вылеченных. Как вы называете, мессией. Она пережила на себе опыт общения. Еще раз повторю. Была вылечена мессией. Она была вылечена мессией. Я теперь... Проказа. Это о ней написано? Я не знаю, остались какие-нибудь подтверждения? По-моему, Библия у нас такая есть. Мессия лечил? Не она одна была вылечена. Не она одна была, конечно. Во, вот это да. Уважаемая Алана, это очень-очень интересно. Я благодарю вас. Ей очень будет приятно услышать такую информацию. Если вы закончили, или продолжите, пожалуйста. Если вы хотели что-то добавить. Я закончила. Она потом в этой жизни как-то дальше несла этот свет? Да. Да. Очень интересно. Благодарю вас. Я перехожу к следующим вопросам. Как мне наладить контакт с Высшим Я? Как научиться его слышать? И безопасно ли мне самой погружаться в регрессию, чтобы общаться с Высшим Я, учителями и кураторами? Всему нужно учиться. Безопасно, если знаешь правила безопасности. Связаться можно, призывав меня с Высшим Я также. Но нужно понимать, что Высшее Я нужно прочувствовать сердцем и убедиться, что это твое Высшее Я. Наладив контакт, можно общаться телепатически в самой гипнозе или в регрессии, как ты ее называешь. Благодарю вас. Мы от себя добавим только что. Самый безопасный вариант общения был бы, конечно, для начала с куратором Аланой. Для этого выстраивается защищенный канал, как снаружи, так и изнутри. Имя, знакомо, призывается имя. И первый, кто отвечает на запрос, это будет куратор. Поправьте меня, пожалуйста, уважаемая Алана. Это важный фактор. Этот вопрос задается часто. Мы знаем опасность подъема на уровне Высшего Я. Если человек не умеет отличать интерферентов от Высшего Я, не умеет проверять, не имеет своей защиты, то он становится просто легкой добычей и получает подключку. В этом и опасность и существует. Я прошу прощения, не думала, что нужно так полно объяснять. К сожалению, да. Просто тонкая копия. Все понимает и схватывает на лету. Безусловно, да. Тем более арктурианская душа. Я все понимаю. Но, к сожалению, да, абсолютно верно. Мы должны это, так как у нас говорят, разжевывать людям и объяснять на нашем человеческом языке, как это все делается. Просто мы встречаем очень много попыток людей, которые насмотрелись другой информацией и выходят Высшее Я, в них подключаются такие сущности, от ящеров, рептилоидов и до драконов и так далее, с такими откачками энергии, что это действительно очень важный момент, и надо было его упомянуть. Я тогда продолжаю дальше, если Вы позволите. Пожалуйста. Какой уровень негативной энергии я набрала в этом воплощении? 23%. И последний вопрос. Десятый. Чувство, что меня ведут по жизни, как будто оберегает и помогает. Кто-то оберегает меня, или это высшее Я создает нужные события в моей жизни? Все арктурианцы под присмотром. Конечно. Это к Вам стучался Арктур. Я могу так передать Наталье. Вы всегда под защитой Арктура. Просто надо уметь пользоваться этой защитой. И это, конечно, работа над собой. И последнее заключительное слово Наталье. Я благодарю всех, кто помогает мне и оберегает меня. Я чувствую Вашу поддержку и восхищаюсь каждый раз, как разворачиваются события. Шлю Вам самые светлые и искренние энергии благодарности и мою любовь. Это Ваш адрес, Алана. Примите, пожалуйста, и нашу искреннюю благодарность за эту встречу, за Ваши ответы. Мы благодарим Вас. Если Вы хотите что-то лично от себя еще добавить, или активировать энергию... Я благодарю Вас. Да, я хотела бы активировать стержень. Пожалуйста. И припомнить, какую энергию и силу она имеет. Дает энергию Арктура. Арктура. Пожалуйста. Они выставили ладони вперед. Угу. Но они не касаются друг друга. И между ними идет обмен информацией и знаний. Она показывает Арктуру. Видимо, как энергии сильные между ними идут. И потом она, ну как светится изнутри, меняет энергетический заряд. Отлично. Я бы сказала, расширяется ее внутренний стержень. Готово. Отлично. Уважаемая Алана, у нас в этой комнате диагностики есть добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, а их уже были многие сотни, мы всегда делаем какой-то подарок. Если вы позволите вам преподнести нашу традиционную корзинку с самыми вкусными ягодами на Земле, это единственный чистый экологический продукт, который с удовольствием и арктурианцы берут, и представители других цивилизаций, миров и планет. И в Польше просто нам нечего вам предложить, вы с Арктура. И, Верочка, в твоих руках появляется корзинка наших ягод, самых чистых и вкусных на Земле, которые только есть. Ну, она так смотрит на них, непонятно. Алана, я вам скажу, кураторы, которые с Арктура приходили, тоже точно так же смотрели. Но они эту картинку взяли, сказали, мы исследуем это и, возможно, даже попробуем. Потому что это действительно единственный чистый продукт, который на Земле остался. Он никому абсолютно не вредит. Это мы можем вам предложить. Если вам это нравится, если нет, мы можем вам любую мыслеформу с Земли, все, что мы знаем, предложить на вашу... Я прошу прощения. Да. Может быть, со стороны кажется, что я не реагирую. На самом деле, мои эмоции внутри меня. Я благодарю. И очень рада за этот подарок. Это неожиданно. И получается приятно. Замечательно. Эти эмоции мы как раз и хотели вам передать от нас. Возьмите, пожалуйста, и мы благодарим вас. Я уверен, что это не последняя встреча. Возможно, еще получится скорая встреча у вашей подопечной, с вами, что мы ей очень желаем. Все лежит в ее руках. Канал открытый, она чистая. И будем надеяться. Я говорю, не прощайте. Я говорю, до скорых встреч. Контакт налажен. Я буду ждать связи. Благодарим вас, Алана. И прощаемся с вами. Прощай. Рассинхронизируйся, Верочка. Алана ушла, оставив космическую пыль Арктура, как она сказала. Хорошо, мы обращаемся к Наталье. Наталье, как вам ваша встреча с вашим куратором? Она говорит, что она знала, что так будет. Отлично. Жаль, что я раньше этого не сделала. Многое встало на свои места. Хорошо. Мы сейчас будем возвращать вас назад в Биоробот. И после этого переходим сразу к чистке вашего дома. Хорошо, Верочка. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Наталье в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok